Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня у нас очередная лекция из цикла «Читаем вместе», посвященного авторам, которые писали для разных поколений, и которые остаются интересны разным поколениям читателей. Мы будем говорить о человеке, который считается преимущественно поэтом, поэтому начнутся стихов. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда темна дорога, и гудит, ревет девятый вал, о тебе, волнуюсь, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли, и встает былое светлым раем, словно детством солнечной пыли. Традиционные, микранские, очень типичные по настроению и стилистике красивые стихи, которые мог написать, в принципе, любой поэт первой волны эмиграции, первого или второго ряда, от Бунина до кого угодно, но написал их наш сегодняшний герой Саша Черный, один из тех самых прокуроров, обвинителей старой России, один из самых язвительных и популярных поэтов-сатириков серебряного века. Конечно, в принципе, в этом ничего удивительного, но вы поняли, да, что это обращение к России такое, там в тексте еще это печатано, особенно заметно, когда тебе твое с большой буквы. Ничего удивительного. Русские художники во все времена крепче всего любят родину издалека, и особенно ту родину, которой уже нет. И та, которая есть, все никак не дотягивает до идеала. С другой стороны, высокая поэзия невозможна без такой пространственной или временной идеализации, словно детство в солнечной пыли. Это пишет человек, который был не очень, судя по всему, счастлив в родной семье, и немного знал родительской ласки, при этом он всю жизнь писал для детей, а тема детства вообще и отношения с детьми имели для него огромное значение. Ну, может быть, именно так он восстанавливал душевную гармонию, да, создавая образы счастливого детства. Такого у него самого не случилось. Александр Гликберг, это его настоящее имя, родился в октябре 1880 года в Одессе в семье Менделя Давидовича Гликберга, провизора в крупной фармацевтической компании и его жены Мариам. Семья была довольно состоятельной. У Саши было две сестры, два брата. Он был вторым по старшинству. У него есть такой симпатичный поздний рассказ «Голубиные башмаки». Трудно сказать, до какой степени автобиографически, хотя там тоже есть младший брат Володя, и описаны похожие имена Одессы. В возрасте десяти лет он был крещён в православии и, соответственно, стал Александром Михайловичем. В том же 1890 году поступил в приготовительный класс гимназии в городе Белая Церковь. Гимназию эту он не закончил, потому что в 15 лет сбежал из дома. Позже Мария Ивановна, его жена, смогла сообщить только то, что у него начались ссоры с родителями. Полной ясности с этой историей так нет до сих пор. Виктория Меленко, биограф-писатель, автор книги о нём в серии «Жезел», предполагает следующий ход событий. Коротко скажу. Александр с помощью родственников добрался до Петербурга. Отец так или иначе смирился, устроил его перевод в местную гимназию, платил за обучение, деньги высылал. А потом мальчик провалил экзамен, должен был остаться на второй год, и взбешённый Гликберг-старший отказал сыну в дальнейшей поддержке и деньги перестал присылать. Саша оказался в безвыходной ситуации, никакой работы, очевидно, найти не мог, потихоньку опускался на дно. Но его история стала известна журналисту Александру Яблановскому, который принял её очень близко к сердцу и опубликовал в одной из питерских газет статью «Срезался по алгебре», описывая всю эту историю. И вот чудом эта трогательная статья попалась на глаза почтенному жителю города Житомира, хорошему человеку Константину Константиновичу Роше, который решил помочь 18-летнему на тот момент юноше, взял его к себе в воспитанники. Вскоре Александр поступает в 5-й класс Житомирской мужской гимназии, которую, сюрприз, он тоже не закончил, так как был исключён из 6-го класса без права дальнейшего поступления. Согласно, опять же, имеющейся у нас информации, это он поссорился с директором гимназии. Вот как раз же Житомир, будущий Саша Чёрный, вспоминал с неизменно тёплым чувством, он то и дело возникает и в стихах его, и в прозе, тёплой, светлой, с рекой и огородами, тополями и сиренью, святками, добрыми людьми, красивыми девушками. Для души купил я нынче на базаре снов сиренья, потому что под сиренью, в гимназические годы двум житомирским цирцеем, каждый порознь, вечер майский, с исключительной силой объяснялся я в любви. Писал он в 1932 году. А пока недоучившемуся гимназисту пришлось послужить в армии. С 1900 по 1902 год он проходил военную службу в пехотном полку, который располагался как раз в Житомире и обучал грамоте солдат в учебной команде. Потом он работает в таможне и на Житомирской железнодорожной станции. А летом 1904 состоялся его писательский дебют. В недолго прожившей Житомирской газете «Волынский вестник» он публикует фильетоны, посвященные, естественно, курьезам всяческой местной жизни под общим названием «Дневник Резонёра» с подписью «Сам по себе». Осенью того же года Александр переезжает в Петербург и на ближайшие 10 лет получает неисчерпаемый источник жалоб на невыносимый климат. Восемь месяцев зима, вместо фиников морожка. Холод, слизь, дожди и тьма так и тянет из окошка брякнуть вниз о мостовую одичалой головой. Негодую, негодую, что же дальше, боже мой? Понятно, что потом из-за Европы и Петербург покажется светлым раем, а особенно последнее его место жительства на Крестовском острове. Такое идеальное убежище, о котором он всегда мечтал, и куда гораздо труднее было добраться из столицы посетителям, осаждавшим и мучившим его в Петербурге. Ну, а пока он работает таксировщиком в такой службе сборов в Варшавской железной дороге, отчаянно скучает. Но он скучает недолго, потому что в его жизни случается второе чудо. В этой самой службе сборов он знакомится с Марией Ивановной Васильевой и почти сразу женится на ней. Мария Ивановна была старше на 9 лет, окончила к тому времени историко-филологическое отделение высших женских и бестужевских курсов, планировала и осуществила научную карьеру, впоследствии преподавала женские гимназии на курсах частным образом, и преподавание это многократно их вручало в трудные времена. Происходила она из состоятельной семьи, ее отец был известным педагогом и здатским советником. После свадьбы молодые поселились в своей квартире на улице Николаевской, Александр ушел со службы и всецело посвятил себя литературе. Даже если это был поначалу брак по расчету, а Марии Ивановне тоже надо было быть замужем, чтобы выехать в Германию для продолжения образования. Расчет оказался правильным, а брак очень удачным. Мы прожили вместе почти 30 лет, вместе прошли самые опасные участки общего пути, сумели добраться до мирной гавани. Сильная, умная, энергичная, жесткая, когда надо. Мария Ивановна была опорой мужа, верила в его дар, создавала им условия для работы и отдыха. Последние годы, благодаря ее финансово-комбинационному гению, они обзавелись своим домом у моря в Провансе, недалеко от города Тулона. Ну вот детей у них только не было. Безусловно, она его интеллектуально подтягивала, без нее он вряд ли оказался бы в Германии, где в качестве вольнослушателя два семестра посещал лекции в знаменитом Гейтельбергском университете. Кстати, у него был неплохой, очевидно, немецкий, если позже он даже переводил любимого Гейна. В 1905 году он дебютировал под псевдонимом Саше Черный. Нас было двое в семье с именем Александр, рассказывал он позже. Тема какой-то двоюродный брат был. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думала, что из моей литературы что-нибудь выйдет, я начала подписываться этим семейным прозвищем. Ну, пародийную отсылку к Андрею Белому тоже не будем исключать. Его дебютное стихотворение «Чепуха», наполненное остро актуальными на тот момент политическими шпильками и высмеивавшее государственных чиновников, имен которых никто не знает сегодня, стало безумно популярным, а журнал «Зритель», в котором оно было напечатано, поплатился закрытием. В общем, это уже была какая-никакая слава, да? В 1908 году он стал сотрудником популярнейшего сатирического журнала «Сатирикон», и следующие три года был его главной звездой на виду с Аркадием Аверченко и Тефи. В 1910 он выпустил сборник «Сатиры». У нас в Белинке есть его второе издание 1911 года, которое вышло уже в паре с продолжением книгой «Сатиры и лирика». Все это тексты, обкатанные в сатириконии, дающие достаточно полное представление о темах, стилистике, особенностях юмора Саши Черного, юмора, рочноватого, мягко говоря, мизантропического, плотно привязанного к современности, безжалостного, не без цинизма в такой специфически окрашенной мужской версии. Он никогда не перестанет писать рифмованные филейтоны на злобу дня, эпикрамы на государственных деятелей, поэтов дореволюционных или советских, но, как все, когда-то слишком актуальное, злободневное. Сейчас это почти никому не понятно и не очень смешно. Вот кто эти люди? Знаете ли вы их? Фролова, Хомутова или Безобразова? Гораздо более сильные впечатления сегодня производят выразительные жанровые картинки из жизни обывателя и интеллигентов, наполненные в разной степени неприятными бытовыми деталями и убийственными характеристиками людей, вещей, природы и погоды. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной же личка Белошвейка поет романс «Пойми мою печаль, как не понять?» Столовые тараканы, оставив черствый хлеб, задумались слегка, в буфете дребезжатся чувственно стаканы и сырость капает слезами с потолка. Это мещань. Ну и вот так называемые культурные люди так же плохо выглядят, кто ты худосочный, жиденький, гадкий и так же некрасиво, скудно, бессмысленно живут. Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету, от чего ты так страшно и тупо устал? С несбыточным счастьем гонялся по свету? Или, может быть, землю пахал? Может быть, это только мы такие? Нет, немцы нисколько не хуже, не лучше и не лучше. Потом парикмахеров с телячьми, потоки парикмахеров с телячьими улыбками щеголяли жилетами рангутанских тонов, ватные военные, украшенные штрипками, вдев в ноздри усы, охраняли дух основ. Чувствуется что-то очень знакомое и не зря. Маяковский был страстным поклонником антиэстетизма, как он говорил, черную и испытал огромное его влияние. Еще и стопулярно. Как наполненные ведра, растопыренные бюсты проплывают без конца, и опять зады и бедра, но над ними, будь им пусто, ни единого лица. Вот так вот тогда шутили. Телесное безобразие подавалось как бесспорное подтверждение отражения уродства душевного. Это бывает остроумно, бывает очень остроумно, но в контексте наших современных представлений о прекрасном все-таки бывает как бы чересчур. Есть все-таки вещи, которые могут свести на нет любой праведный пафос, даже если это, скорее всего, не имелось в виду ничего плохого, просто какие-то вкусовые провалы или погрешности. При этом у него немало по-настоящему талантливых и оригинальных сатир, которые к разряду добродушного юмора, конечно, не отнесешь по-прежнему, в которых он остается с собой, но которые сегодня могут заставить посмеяться. Обаяние Саши Черного в том, что он как мало кто умел показать на самом праздном материале и парадоксально заострить вот этот непоправимый и неизбежный в любую эпоху разрыв между мечтой и реальностью, между тем, что мы читаем о жизни в наших милых книжках, и тем, что эта жизнь представляет собой на самом деле. В классической новелле городская сказка филолог Фадей Семенович Смяткин влюбляется в красавицу Медичку и приходит к ней на чашку чая. «Устали, Варвара Петровна, о, как дрожат ваши ручки!» шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. «Устала, вскрывала студента, труп был жирный и дряблый, холод, сталь инструмента, руки, конечно, из зябли. Следует еще ряд таких же примерно подробностей, и этого испытания чувства филолога, конечно, не выдерживают. Вообще, отношения полов у черного это сплошные недоразумения, недопонимания. Иногда гармонии удается достичь, как в крейцеровой сонате, но это редчайший случай, да и то только попытка. Обычно все куда сложнее. Ну, как здесь, например. А вот воспоминания из бурной юности, когда не всегда понимаешь, как правильно использовать оставшийся шанс. «Это было в провинции, в страшной глуши. Я имел для души донтистку с телом белее известки, известки имела, а для тела модистку с удивительно нежной душой». Какое сомнительное, в общем, житейское содержание, да, и какая поэтически искусная форма, и воздушное течение стиха, и перепады ритма. Красиво получается. У черного довольно часто встречаются тексты с одинаковыми названиями. Там есть две городские сказки, например. Это стихотворение, процитированное мной, называется «Ошибка». Есть у него эмигрантская ошибка, в котором героя в Булонском лесу подсаживается девушка, принимающая его за хозяина близ стоящего лимузина, а он, немножко ее помучив, демонстративно достает бутерброд, завернутый в русскую газету. Или вот еще замечательное стихотворение «Песнь песней» по библейским, как вы понимаете, мотивам, которые начинаются так. «Царь Соломон сидел под кипарисом и ел индюшку с рисом. У ног его, как воплощенный миф, лежала суламифь, и, высунувши розовенький кончик единственного в мире язычка, как кошечка при виде молочка, шептал «Соломон мой, Соломончик». Тогда же как раз вышла необыкновенно поэтичная суламиф Куприна, и комический эффект на контрасте был, конечно, особенно сильный. Девушка просит Соломончика заказать ее статую из меди «Красоте моей нетленный храм», как она говорит. Царь не может отказать любимой, но исполнитель, медник Хирам, в итоге привозит в дворец литое чудо, отвратительный верблюдом. И это неудивительно, ведь мастер был вынужден буквально следовать святистым описаниям из песни-песни, той самой классической. «Чрево, как ворох пшеницы, обрамленный гирляндаю лилий, бедра, как две кобылицы, кобылицы в кремовом мыле». И так далее. Опять мы получаем такой разрыв между жизнью и поэзией с одной стороны, между искусством слова и визуальным искусством с другой, или, если угодно, между искусством реалистическим и искусством модерна, которое не хочет иметь с реальностью ничего общего. Неслучайно мудрец Абрама, совпаляя мастерство Соломона, восклицает, «Но, клянусь, в XX веке порождение мессии, молодые человеки возродят твой стиль в России». Надо сказать, что Александр Михайлович терпеть не мог то, что тогда называлось современным искусством, в широком диапазоне от кубизма до футуризма и Маяковского, постоянно над ним иронизировал, и эту линию провел до конца своего творческого пути, и в эмиграции он писал рассказы о мнимых гениях, которых практичные жены приводят в чувство и заставляют работать, наконец. Резирал он на современные способы продвижения искусства, которые посвятил исключительно актуальный, новейший самоучитель рекламы. Полезно также завести какую-нибудь поговорку, пишет он, повторять, например, через каждую фразу «Три пупа, батенька». Поговорка, конечно, глупая, а в ушах останется, и можно быть уверенным, что с такой поговоркой вас ни один издатель, ни один редактор, ни с кем другим уже не смешает. И таких бесценных советов там множество. Конечно, он чувствовал опасность безвылазно застрять в одном единственном амплуа, устал от злободневности и популярности, тем более, что человеком он был сдержанным, замкнутым, довольно сложным, отнюдь не беззаботным весельчаком. В итоге, в 1911 году на пике славы он уходит из сатирикона, что явилось уникальным примером. По доброй воле из этого журнала никто никогда не уходил. Так это было приятно и выгодно. В 1911 же году Саша Черный публикует первое стихотворение, адресованное непосредственно детям, стихотворение «Костер». Оно вошло в книгу «Сатира и лирика», а позже в первую его детскую книжку «Тук-тук», которая вышла в 1913 году с иллюстрацией Вадима Фалилеева. «Осторожнее, детвора, дальше, дальше от костра можно загореться, превосходная игра. Эй, пожарная, пора, будет вам вертеться, лейте воду на огонь, сыпьте землю и песок, но ногой углей не тронет, загорится башмачок». В сотрудничестве с этим же художником в следующем году вышла прелестная книжка «Раскраска живая азбука», построенная на неизменно популярном приеме, состоящей из коротких, забавных, запоминающихся стишков двустишей, по которым многие малыши учили и продолжают учить русскую азбуку. «Гусь шагает, как солдат, круша зреет, гриша рад, шимпанзе грызет бисквит, шпиц от зависти дрожит» и так далее. Это уже настоящий Саша Черный, да? «Живая азбука» еще дважды издавалась за рубежом в 20-е годы, в том числе с иллюстрациями Федора Рожанковского. Вторая картинка на этом слайде принадлежит ему. А книжка «Тук-тук» полностью вошла в самый известный и объемный детский стихотворный сборный поэта «Детский остров», который вышел в 1920 году уже в Берлине с выразительными иллюстрациями знаменитого художника Бориса Григорьева. Александр Михайлович любил детей, хорошо с ними ладил. На Крестовском то и дело катал на лодке местную малышню, позже в эмиграции вечно дружил с какими-нибудь консьержкиными дочками и как мог принимал участие в судьбах в обустройстве русских детей. Очень серьезно относился к литературе для детей, участвовал в всяческих детских альманахах и сборниках в России и Париже. И в себе он дорожил вот этой неизжитой детскостью, умением свежим взглядом посмотреть на окружающее. Эта многообразная вовлеченность в детский мир, житейская и творческая, была для него и радостью, и своеобразным, очевидно, противоядием и от пошлости жизни, и от внутренней порчи. Детские стихи Саши Черного были очень популярны, особенно в семьях эмигрантов. Возможно, благодаря им дети не сразу забывали русский язык, казавшись оторванными от родины. Под шумок они издавались в Советском Союзе. Вот это фрагмент очень славного ленинградского издания 1928 года с иллюстрацией Константина Кузнецова. Это из сборника 1976 года «Что кому нравится?» «Когда уже стало можно?» с иллюстрациями мэтра книжной иллюстрации Бориса Деодорова. А это вот я хочу показать уже живая, позднесоветская 1989 года книжка нашего среднеуральского издательства с таким же названием «Что кому нравится?» и оригинальными черно-белыми картинками Ирины Дяткиной и предисловием Леонида Петровича Быкова. Его детские стихи регулярно издаются и в наши дни, порой очень мило издаются. Нельзя сказать, что сами стихи полностью выдержали испытания временем и будут без изъятия интересны современным детям. Но, теряя какой-то непосредственной актуальности, эти стихи сегодня очаровывают самим своим звучанием, формальной ловкостью, цепкостью, с которой они располагаются у нас в памяти атмосферой тепла и радости. А летом всего веселей вишневый обкусывать клей, купаясь всплывать на волну, гнать белку сосны на сосну, костры разжигать у реки и в поле срывать васильки. Самое, надо сказать, бесспорное в его детском поэтическом корпусе это стихи о животных, которых у Черного очень много, которые очень живые, бодрые, с настроением. Попугай, попка и слон, кот и муравей, жеребенок или крокодил, для каждого зверя, живет ли тот в дикой природе или в хлеву, в уютной городской квартире или в зоопарке, он находит в своей краске индивидуальные черты. Раньше всех проснулся кот, поднял рыжий хвост столбом, спинку выпетил горбом, и во весь кошачий рот, как зевнет мур, умыться бы не грех, вместо мыла язычок кот свернулся на бочок и давай лизает свой мех просто смех. Ну, с котиками понятно, эта тема такая безотказная, но Черный был последователен в своем интересе ко всем зверюшкам, даже за тараканами признавал право на существование. Гиена такая мерзкая, морда у нее дерзкая, шерст на за гривки торчком, спина сучком, по бокам, для чего непонятно, ржавые пятна. Владимир Набоков в заметке на смерть Александра Михайловича писал, кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет. У него есть целая сказка в стихах «Сон профессора Патрашкина», в которой вот этот самый профессор попадает в мир, где хозяйничают звери. Но и во взрослых его текстах, надо сказать, животные постоянные желанные гости. Главный герой такого милейшего мигрантского стихотворения «Чуткая душа» сизо-дымчатый кот, равнодушно-ленивый скот, толстая нимфа с глазами русалки, кот, который лишает героя последних иллюзий. Видите, как эта история заканчивается. Но между двумя детскими книжками Саши Черного между 14-м годом и 20-м пролегли 6 лет, в которые уместилась целая жизнь. В июле 1914-го Александр Гликберг был мобилизован из запаса в действующую армию, распределен в 13-й полевой запасный госпиталь, в августе отправлен в составе госпиталя на фронт под Варшаву. Он состоял в должности палатного надзирателя, в самом госпитале параллельно выполнял обязанности по ведению документации в мед. части госпитальной канцелярии. Сам Александр Михайлович много позднее рассказывал, что должен был ввести списки раненых, писать для них письма в деревню и извещать семьи о смертях. И он все это делал, непосредственно на передовой он никогда не был, но ужасов на его век тоже хватило, и он не сломался, и долг свой выполнил, не только себя, не только свою боль сумел услышать, и военный опыт смог осмыслить преодолеть, и военный цикл стихов у него есть, как оно и должно быть у настоящего русского поэта. Есть у него и солдатские сказки, которые при жизни писателя опубликовались в периодике, а в 1933 году, уже после смерти, писатели вышли отдельным изданием. Они написаны таким замечательным, сказовым, богатым, игровым русским языком. Известно, что в эмиграции черный не расставался со словарем далее, сказками Афанасьева. Среди этих сказок есть настоящая жемчужина, типа антигноя, в котором красавец-солдат вынужден служить моделью для барыни, балующейся скульптурой, и мучительно ищет выход из этой ситуации, или вот кавказского черта, пересказа в неповторимой народной манере лермонтовского демона. Ну и вообще это очень увлекательное, надо сказать, питательное какое-то чтение. Февральскую революцию 1917 года он встретил в Пскове, Октябрьскую, там же, работая начальником отдела управления военного комиссара Северного фронта. Именно Псков оказался его последней России и остался в памяти и творчестве как идеальная Россия, пленительная и пленяющая даже теми бытовыми подробностями, которые раньше вполне могли стать объектом сатиры. Пскову посвящена незаконченная поэма «Идилия дом над великой». Любой пустяк из прежних дней так ненасытно мил и чуден в базарной миске средь сеней на табуретке стынет студень. Янтарно-жирный ободок прожит морщинистую пленкой, как застывающий прудок под хрупкой корочкой тонкой. Отсюда в августе 1918-го в связи с наступлением Красной Армии на Псков Александр Михайлович и Мария Ивановна уехали в эмиграцию. В том были Литва, где они получили литовское подданство, подававшее право на въезд в Берлин. В марте 1920-го они приехали в столицу Германии, потом ненадолго был Рим и с марта 1924-го на 8 лет до конца жизни Париж. Жизнь писателя в эмиграции сложилась насколько возможно благополучно. Он красиво посидел, сохранил молодые черные глаза, не обрюзг, не расплылся, не оброс с вредными привычками, он очень быстро определился со своим отношением к Советской России, никогда не изменял своему абсолютному неприятию власти большевиков, не метался, не томился мечтами возвращения, в том числе потому, наверное, что бы не оставил на родине каких-то якорей или важных человеческих связей. Все было здесь рядом. Он никогда не простаивал, постоянно работал для разных эмигрантских изданий. В журнале «Иллюстрированная Россия» вел такую рубрику с страничкой для детей под псевдонимом профессор Фадей Семенович Смяткин. Помните его, да? Выступал на благотворительных вечерах, хотя страшно поначалу боялся публичности, помогал начинающим коллегам, еще в Берлине, к слову, помог Владимиру Набокову в составлении издания его стихотворного сборника «Горний путь». Название книги тоже дал он. Рыбачил с другом Куприным, а в одиночестве столярничал и плотничал. Такие у него были правильные мужские хобби. Благодаря Марии Ивановне, которую приглашали давать уроки детям состоятельных русских семьях, они то ее дело выезжали то в усадьбу под Парижем, то на море, и все эти впечатления шли у него в дело. В его стихах появляются новые персонажи, какие-то очень благородные человечные ноты. Вот замечательный собачий парикмахер, написан таким вольным пушкинско-блоковским стихом. Старик с внешностью джентльмена занимается таким как бы низким, хотя почему ремеслом, но сохраняет и достоинство, и спокойствие, и вкус к жизни. Труг кругу старики передают с изысканностью чинный то нож, то соль, молчат, давно наговорились, и только кроткие глаза, не отрываясь, смотрят вдаль на облака седые корабли, плывущие над грязными домами. Из люков голубых сквозь клочья пара их прошлое волнуясь выплывает. Конечно, он не разучился писать смешно, есть у него отличная, по-моему, пародия на детектив голова блондинки. Ремингтон встал и не сгибающимися ногами вежливо указал принцу на двери. Долг вашей светлости выше всего. Писал он и приятные ностальгические новеллы, такие как «Экономка» или «Житомирская маркиза», и истории, в которых благополучно излечиваются от ностальгии при встречах с бывшими соотечественниками, как это случилось с Фрониным, героем уютного семейства. Одним из последних его творчеств стал нежный рассказ Илья Муромец о том, как почти незаметно, но неотвратимо расходится на чужбине пути родителей и детей. Рассказ такой взрослый, чеховский, но с девочкой, главной героиней, что далеко не случайно, как и то, что единственное его, по словам Чуковского, любовное стихотворение адресовано трехлетней девочке. Кто любит прачку, кто любит Маркизу, у каждого свой дурман, а я люблю Консержкину Лизу, у нас осенний роман. Главным для него в эмиграции стала литература о детях и для детей. Литература как часть общего пока еще русского пространства. Неслучайно именно сейчас у Черного наконец-то появляются светлые рассказы о детстве с автобиографическими мотивами, о книге, в которых собраны старые и новые истории для детей носят такие волшебные названия серебряная елка и румяная книжка. Или чудесное лето. Повесть рассказывает 1930-го года, в которой русский мальчик Игорь, одним из прототипов которых был слава пасынок художника Ивана Белебина с ним Черный тоже дружил. Игорь проводит лето в усадьбе под Парижем и на море в Провансе. Он осваивает мир, узнает новых людей, знакомится со всяческим сверьем, чинит с помощью взрослых старые игрушки, устраивает лотерею для малышей, спасает от позора незадачливого англичанина и опекает в путешествии даму, которая должна была опекать его. Там есть атмосфера летней прелести и обаяния ушедшей навсегда жизни и забавные сюжетные повороты и образы, но все-таки я думаю даже тогда это было интереснее читать взрослым, чем детям, потому что это скорее литература о детях для взрослых, как Сережа Вера Панова и, например, множество других книг. Но были у Саши черные произведения, в правной степени интересные детям и родителям. Тут вспоминаются и кошачья санатория, и приключения дерзкого римского кота Беппа, который попадает на форум Трояна, превращенный в такой своеобразный приют для изгонанных из приличного общества или состарившихся котов. Эти коты смирились со своей участью, но Беппа не таков. И, конечно, главная удача писателя, по крайней мере, в эмиграции дневник Фокса Микки, книжка, которая предварительно отдельными новеллами публиковалась в периодике, а в 1927 году вышла отдельным изданием. Того издания у нас нет в библиотеке, но вот в этом сборнике «Избранные проза писателя» проза писателя 1991 года есть репринтное его воспроизведение с иллюстрациями Федора Рожанковского. «Первая собака, умеющая писать». Микки – это двухлетний фуксетерьер, ловкий, бесконечно любознательный. Он философствует, сочиняет стихи, скучает по своей маленькой хозяйке Зине, с которой они родственные души, переживает трудные времена и вынужден срабатывать себе на пропитание, танцуя на двухлапках в ближайшем кабачке. Какое унижение! Скорпит он. Потом он попадает на море, где попадают праздные переделки, теряется, чуть не погибает от морской болезни. Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку. Зина молодец, ее папа молодец и капитан молодец, а я лучше не спрашивайте. Он посещает цирк и зоопарк, анализирует и критикует быт двуногих, делает остроумные выводы, ненадолго расстраивается, надо записать все свои огорчения, а то потом забуду, а потом опять радуется жизни. Ребенок будет следить за незатейливыми приключениями Мики, взрослый, кроме того, оценит прекрасный, легкий, летящий, пластичный язык, который совершенно не кажется устаревшим, и все почувствуют, не смогут не почувствовать психотерапевтический эффект этой замечательной прозы, что, наверное, было важно и для автора, которому тоже приходилось постоянно поддерживать и подпитывать свой невеликий, прямо скажем, оптимизм. Ну, для этого у него был еще настоящий, его собственный Фокс. Рассказывают, что Мики каждое утро занимал пост у входной двери, и когда в щель снизу просовывали утреннюю газету, он с быстротой молнии ее выхватывал, бежал к хозяину, запрыгивал на постель, будил и заставлял читать. Летом 1932 года они проводили свое чудесное лето на море в Ла-Фавьере в своем доме. 5 августа неподалеку от них случился пожар. Александр Михайлович помогал тушить, перегрелся на жаре, переволновался, вернулся домой и умер. Почти мгновенно, без мучений, не успев толком состариться. Инфаркт. Рассказывали, что Микки просто лег на грудь хозяина и умер вместе с ним, но это только красивая легенда. Похоронен писатель там же, в Ла-Фавьере, на местном кладбище. Могила его затерялась, но на входе, благодаря русским энтузиастам, в свое время появилась табличка, извещающая, что могила когда-то была. Мария Ивановна Васильева-Глибер прожила без мужа еще 28 лет, столько же, сколько они прожили вместе. И, говорят, успела увидеть первое, после долгого перерыва, издание стихов Саши Черного в России. Вот это серия «Библиотека поэта», которая состоялась в 1960 году. Ну, а потом его издавали многое разнообразно, и для взрослых, и для детей, с хорошими, разными иллюстрациями. В середине 90-х вышел пятитомник под редакцией Анатолия Иванова, который до сих пор является, ну, самым, вероятно, полным изданием сочинения Саши Черного на русском языке. Произведением для детей здесь отведен целый том, пятый, но вообще и в других томах можно найти не так мало замечательных текстов поэтических и прозаических вполне пригодных и для детского, и для юношеского чтения, и не в прямолинейно назидательном, поучительном смысле. Тем более найдутся у этого автора и стихи, и проза, которые мы сможем с удовольствием читать вместе, хотя, в общем, даже одного дневника Фокса Микки было бы достаточно. Саши Черный незаменим, как собеседник, с которым легко быть на равных, с которым не стыдно дать выход раздражению, потому что он поймет сам такой же, с которым можно сплетничать и злословить, болтать по душам и гулять по берегу моря, прости над своими обидами, мизантропией, скептицизмом, с которым можно говорить о разном, потому что он очень разнообразен, вместе с которым можно проживать и изживать свою метеозависимость, солнце светит оптимист, солнце скрылось пессимист, как он писал о себе и как это знакомо, с которым может быть очень грустно, но с которым никогда не будет скучно, а это не перестает быть одним из главных достоинств для писателя, какое бы время он ни жил, для какой бы аудитории ни творил. «Изра»